Ну давайте рассудим сейчас, что у нас происходит с белорусской промышленностью, просто на примере Беларусь-Калия. Такой, знаете, просто ярчайший пример краха лукономики и предстоящего коллапса декабрьского. Напомню, 8 декабря в силу вступают в санкции и после этого, собственно говоря, на экономике режима Лукашенко можно ставить большой жирный крест. Итак, что же у нас происходит? Беларусь-Калий прежде всего абсолютно полностью прекратил заниматься обновлением производства, то есть каких-то механизмов, машин, ремонтом. За это все они полностью забыли и забили. То есть, а что такое происходит, когда нет обновления производственных мощностей, когда не чинится станки, это все не происходит? Значит, ну из-за этого всего потом получается остановка производства, причем, как правило, уже навсегда. Ну так принято в русском мире. Сначала использовать до конца, а потом оно все разваливается, ну и режет на металлолом. Это первый момент. Совершенно прекратилось. Второй момент. Совершенно прекратилась работа над какими-то социальными проектами. То есть, они как-то там достроились с грехом пополам один детсадик. И на этом все. Все остальные, скажем так, объекты, не относящиеся непосредственно к производству, просто заброшены, запечатаны, забиты. И в лучшем случае там ковыряется один-два человека. То есть, конец. Этому всему конец. Следующий момент. На предприятии введены какие-то кгебисты просто-напросто. То есть, раньше это люди, которые там следили за техникой безопасности, скажем. Ну вот ходили по цехам, следили, чтобы не нарушалась техника безопасности, чтобы все было чисто, красиво. Это нормально. На любом предприятии вот такие вещи должны производиться, должно проверяться. Но! Этих людей сейчас переориентировали, тех, кого не переориентировали, увольли к чертовой матери, а взяли других. Те, которые занимаются исключительно одним делом. Благонадежностью для хунты, личного состава вот этого вот предприятия. Ну понятно, куда ведут такие шаги. То есть, теперь, даже если что-то случается в цехах, даже там какой-то несчастный, не дай бог, случай, их это не волнует. Их это не волнует. Тут главное, чтобы все любили Лукашенко, чтобы они с утра встали, чтобы рабочий, у него висел образок ябатьки там на потолке. Он подошел, перекрестился, помолился и почесал на ябатьку этого работать. Вот что от него требуется. А, и еще поменьше мыслей. Поменьше мыслей, самый лучший рабочий, это рабочий, у которого одна извилина и ту продавила бутылкой от водки. Все. Вот это то, что ему сейчас нужно. То есть, полное дебиливание рабочего класса и увольнение абсолютно всего персонала, который имеет больше одной извилины в голове. Проблема тут в чем? Дело в том, что на дураках ты же далеко не заедешь. Предприятие, на котором работают все дураки, оно никогда не будет прибыльным. Оно развалится очень быстро. Особенно если учесть, что не происходит обновления и ремонта оборудования, то есть, вообще ничего, капитального строительства этого всего вообще нет. От слова вообще. Обслуживания нет, ничего нет. Все идет ко дну. Плюс еще увольняют рабочих. Вообще красота. Так сказать, рассвет предприятия, рассвет лукономики в лучшем своем стиле. Теперь еще один момент. Значит, сейчас все, что они делают, они пытаются по максимуму продать, выполнить контракты, которые уже заключены. По максимуму, по максимуму, по максимуму. Наплевать на все до 8 декабря. Потому что что будет после 8 декабря вообще ни один человек не знает. Они понятия не имеют, что с ними пройдет 8 декабря. А 8 декабря им просто закрывают железную дорогу со всех сторон. У них сторона одна, это Литва. И на этом, собственно говоря, все, приехали. На этом все это закончилось. То есть это предприятие остановится. Вот эти все фантастические мегапроекты, что мы там это все будем экспортировать через услугу, как там, Мурманск они рассчитывали, Архангельск, Салихард или через Тегеран. Ну, это все, вы же понимаете. С таким же успехом можно бензин возить и с зажигалками, понимаешь, доставлять, я не знаю, из Мухасранска в Успердюевск. То есть это бесполезно. Это все фантастика. Фантастика, это нездоровая фантазия Лукашенко, который там думает, что он что-то куда-то там поставит. Ничего никуда он не поставит. Это все, это конец. Таким образом, ребята, Беларусь Калий является собой просто-напросто, знаете, такое отражение всех проблем, которые есть на сегодняшний день в белорусской промышленности. И все то, что называется лукономикой. И эта лукономика сейчас идет ко дну с камнем на шее. Продолжение следует...